Северо-казахстанская область, ну вот этот выступ, которым Казахстан сейчас в Сибирь вдаётся, вот это вот северо-казахстанская область, соответственно, столица там Петропавловска. Ну, географически это, значит, южная окраина Западно-Сибирской равнины, часть казахского мелкосопочника, граничит с Курганской, Тюменской, Амской областями России. Соответственно, это идёт уже к западу от Павлодара, я с востока на запад по Казахстану иду, на юге там будет Акмалинская область и на западе Костанайская область. Имеется гора на юге Жакши, Жалгыстау, 748 метров, это высшая точка области, но в основном там сплошная равнина, конечно, это вот эта Западно-Сибирская равнина всё есть. Климат тоже западно-сибирский и резко континентальный, зима холодная, длинная, лето сравнительно жаркое при этом, то что континентальное, минус где-то 19 в январе, в июле плюс 19, это средние температуры. Самое низкое было минус 48 на данной территории и самое высокое плюс 41. Продолжительность дня в течение года меняется от 7 до 17 часов, но на самом деле довольно много там и солнечного сияния, потому что сравнительно мало осадков, основные осадки все выпадают летом, зимой мало осадков, поэтому слабый снежный покров, но он имеется, лежит примерно 5 месяцев с ноября по март. 25 сантиметров в конце зимы максимальная мощность снежного покрова, но для Сибири там это ничто совершенно снег, в Сибири снег там в человеческий рост может лежать. Ну, значит реки, бассейн Аби, основная там река Ишим, довольно много озер, 3425, если считать озера высохшие, 3425 озер в области, но крупные селеты Тенис, Теке, Шагал, Лалы, Тенис, ну вот и другие такие озера. Имеется Булаевский водопровод, который обеспечивает совсем такие засушливые населённые пункты и также и сельхозземли. С точки зрения природы лесостепная и степная зона, причём лесостепная, там может быть южная лесостепь, южная лесостепь, соответственно там берёзовые осины, берёзовые леса, ну примыкающие к тому, что мы в Омской области наблюдаем, да, а степь может быть довольно такая у них сухая, если совсем уже к югу идти. Тем не менее, это всё означает, что в основном чернозём, покрыто лесом только 8% территории, и в основном это берёзовый лес. Остальное всё степь, и степь чернозёмная, потому что это всё входило в зону освоения целинных земель когда-то. Исторически проживали ли казахские роды среднего жуза на данной территории? Основные русские переселенцы тут позже были, потому что крепостей тут особенно как бы не строили, и основные крепости по ретуши були, которые я вот и писал. Поэтому в основном Столыпинское переселение, как это такое первое освоение Целины, пытались в том числе и Целину распахать, но примитивными способами, поэтому много не распахали в этих местах, но переселяли они из центральных территорий. Ну и у меня есть отдельный клип про Столыпинское переселение, на этом канале, кстати, довольно популярный, довольно важное такое событие в истории Востока России, бывшей Российской империи. Но по Столыпинскому переселению, кстати, много переселяли украинцев, и они на значительной территории, которая сейчас входит в Омскую область и в Североказахстанскую, на значительной территории украинцы были в большинстве. Это сейчас у украинских националистов называется Серый Клин, то есть территория, где украинцы доминировали, они считают, что они приезжают к Украине, ну и в общем по-разному это все обсуждается, этот феномен. Но после Столыпинского переселения, в общем-то, довольно кратковременно, но да, вот на этих территориях большинство украинцев заставляли. На части территории Восточно-Казахстанской области, не на всей, конечно, там, вот в тех районах, которые именно примыкали к железной дороге, и такие сравнительно были годные для распашки этого чернозема. Конечно, основная территория все равно казахи кочевали. Петропавловск какое-то время, в 20-е годы, был центром Акмолинской губернии Киргизской ССР, которая потом стала казахской. На территории Петропавловска воевали в основном за Колчака, из-за сибирских сепаратистов, потому что, ну, не хотели, чтобы хлеб вывозили в Москву. И потом, когда же, когда Москва уже пришла, было крупное восстание западно-сибирское, о котором я тоже подробно рассказываю. В начале 20-х годов, в том числе, были охвачены территория Петропавловска, и, ну, в основном, это вот эти Столыпинские переселенцы, конечно, участвовали, и сибирские старожилы, которые на этих территориях тоже были. Дальнейшая история в основном связана с освоением Целины в 50-е и 60-е, когда в основном все построили. Ну, по поводу Петропавловска и по поводу истории, когда буду город Петропавловск больше. Значит, Северо-Казахстанская область в Казахстане уже в независимом укропнялась, потому что Кокчетавскую область упразднили, и часть районов из Кокчетавской области передали в Северо-Казахстанскую. Что касается населения, то оно сильно упало. 1989 год, было население 921 тысячи, и сейчас 539 тысячи продолжают падать. То есть, с советского периода население сократилось на 40%, почти в два раза упало. Ну, вот если мы посмотрим этнический состав, то мы увидим, что процент русских, то есть, количественно русские почти тоже в два раза упали, но процент не поменялся. То есть, примерно половина была русских в конце советского периода, и сейчас тоже половина примерно русских. Казахов несколько увеличилось, но не сильно. Казахов было 23%, и теперь 35%. То есть, там казахи все равно в меньшинстве, а большинство русские. Ну, и существенно уменьшилось количество украинцев с 8% до 4%. Ну, к концу советского периода уже был не серый клин, уже украинцы явно в меньшинстве были. Вот, с 8% до 4%, и немцы, которых с Поволжи переселяли, с 9,5% до 4% тоже уменьшилось. Остальные не сильно. Ну, в общем, немцы и украинцы уехали, как в соседней Павлодарской области. Русские, да, тоже уезжали, но как-то вот это не повлияло на общий процент. Примерно в том проценте, как все сокращались, сокращались и русские. Причина миграции, причем часто миграции из славянских регионов Казахстана, часто миграция была в Сибирь. Ну, и потом дальше уже куда получится. Первая точка, куда ехали, это они в Сибирь, а потом уже распределялись там украинцы в Украину, и так далее. Ну, немцы проводили, да, политику вытаскивания своих из Казахстана, предоставляли им льготы. Все 90-е нулевые это наблюдало, что если доказать этническое немецкое происхождение, да, вот, из Сибири, особенно из Казахстана, они принимали в ФРГ. Образование сейчас перестроили, значит, на казахское, но расширяются с советского периода. Построили много детских садов, создали систему дополнительного образования, дворец школьников. Это, в основном, все относится, опять же, к Петропавловску. Транспорт важный, потому что степь, большая протяженность автомобильных дорог, ну, половина автомобильных дорог в аварийном состоянии и третья часть мостов. На самом деле, по сравнению с этим экибастузом Павлодаром, менее развитая все-таки Петропавловская, и на транспорте видно. Проходит железная дорога из Новосибирска в Омск, через Петропавловск, причем поезда идут по этой ветке Транссиба довольно часто. Я тоже проезжал, между прочим, Петропавловск, просто в поезде, когда ехал в Сибирь. Ну, из Сибири в Украину, когда ехал, вот как раз эмигрировал, я все время говорил, что там казахские таможенники найдут у меня компьютер и скажут, что я компьютер через Казахстан провожу. А они даже русских не смотрели, они только смотрели казахов, казахский паспорт. Короче, у кого русский паспорт, вообще казахские таможенники не смотрели, когда я приезжал через эту территорию на поезде. Пять городов. Петропавловск, Таенша, Булаева, Мамлюдка и Сергеева. Основной Петропавловск, про который отдельный клип я расскажу. Экономически много минеральных ресурсов, хотя многие не разрабатываются. В частности, уран, алмазы найдены, олова очень много, 65% казахского олова там вот в североказахстанской области. Цирконий, Титан, Вольфрам. Обнаружили там золото, серебро, алмазы и вот это вот все. В то же время, еще в 2010-е разрабатывался только строительный камень и песок. Сейчас не знаю, там начали эти минеральные разрабатывать, нет. Добыча поваренной соли там, она исторически была и велась, и ведется сейчас еще в Казахстане. Ну, в общем, по североказахстанской, такая информация, что там много тоже всяких руд, как и в Павлодаре, но в основном не разрабатываются. Что там разрабатывается, это точно зерно, освоили в целину. Развитое зерновое хозяйство является зерновой жительницей Казахстана, аграрный регион. И вот это целинное зерно поставляют, и до сих пор это значительная такая часть продовольственной безопасности Казахстана, вот эти регионы северные. Плодоводство, бахчеводство, животноводство традиционное, мясо молочное, лошади, куланы, верблюды. Ну, основное производство зерна, еще раз подчеркиваю. И, соответственно, и промышленность там мукомольная, вот это вот все. Это основной товар, который вывозится оттуда, это зерно. Но, тем не менее, построено множество заводов в СССР, тяжелого машиностроения и все такое. Но, пожалуй, я все их расскажу в Петропавловске, потому что они все в Петропавловске в основном. Довольно открытая экономика, потому что Россия и интенсивная торговля с сибирскими областями, из которых ввоз ведется всяческих товаров. Ну, как правило, в Сибирь, северо-казахстанской области ввозят продукты питания, продукты животноводства, сырье горнодобывающей промышленности, продукты машиностроения. Некоторые, допустим, краны, клапаны, они там делают вентили. И ввозят в большом количестве всякие приборы, молочную продукцию из Сибири все-таки ввозят и так далее. Динамично развивается. И таможенный союз с Россией тут важен, потому что устроена так логистика еще при совке, что все замыкаются не в Казахстан, как бы, транспортные пути, а в Россию там. Поэтому, если у них перекроют границу, там ведут высокие пошлины, у них будут большие убытки именно вот в этих регионах. Так как они просто экономически сразу в СССР их строили, как связанные с соседними сибирскими властями экономически. А существенно, как бы, экономическая структура в казахстанский период не была перестроена, поэтому до сих пор вот так. Во многом этим объясняется в политике Казахстана, что все эти политические вопросы, они, как бы, на культурном уровне осмысливаются, но причина в основном экономическая. Ну, так или иначе, значит, если мы классифицируем по принципам региональной экономики, это сельхозяйственный регион, это регион, который в состоянии экономического роста и с достаточно хорошим количеством отраслей различных. Но все-таки, если сравнивать с высокоразвитыми Павлодарской, Семипалатинской, Петропавловск все-таки отстает. Хотя перспективы у него тоже хорошие, полезных ископаемых много, сельское хозяйство в СССР создали, заводы в Петропавловске есть. Ну, и продолжение будет, когда я, собственно, Петропавловск буду говорить.